Добрый вечер! И перестал ходить в компании. Жениху на свадьбе пожелал здоровья. Все так смеяться начали? Говорят, ну молодец, остроумный. Вот этому дохляку пожелал здоровья. Я, по-моему, говорил вам, как женщины реагируют на улицах. Ну, мужчины так, тебе сразу говорят, сейчас я тебе сам смешное расскажу. Это страшно бывает. Всю жизнь свою перескажет. А еще за пуговицу возьмет, чтобы ты не убежал. А если убежишь, то беспугаются уже. А женщины, я очень люблю, когда в зале много женщин. У них всегда очень искренняя реакция. Они очень здорово реагируют. И с восхищением. А на улице, когда женщину увидят популярного человека, она делает так. У нее глаза сначала так раскрываются. Она не верит. Потом еще сильнее раскрываются. Это она уже верит. Просто два таких фрукта накачаны анаболиками. И все это приходит в такой стоп-кадр. Она говорит, она делает руками. А-а-а! И потом пауза. И она говорит, первый раз вас вижу живым. Как такая фраза сплелась в женском уме? Ну просто садистская фраза какая-то. Я часто переспрашиваю. И как? Я живой? Она говорит, слушай, живой вы лучше. Она даже... Чем дохлый, собственно говоря, интересно. А вообще, в последнее время мне стали задавать вот какой вопрос. Чаще всего в последнее время задают вопрос, почему вы все время критикуете Америку? И почему вы так ненавидите Америку? Я много путешествую и бываю в разных странах. И вот в путешествиях я понял главное. Это не я ненавижу Америку. Америку ненавидит большая часть человечества, если учесть, что Америку ненавидит Китай. Молодцы, хорошо. Это тонкая фраза. Мне нравится. Уже люди посчитали про себя в уме. Я все время хочу как-то пояснить зрителям, что я критикую не Америку. Я критикую наше подражание Америке. Критикую наше подражание Америке. Причем самому, вот самому неприглядному, что есть в их жизни. Что мы взяли с Америки? Голливудские фильмы. Я говорил как-то по телевидению, на Голливуд пора надеть противозачаточное. И что мы еще взяли? Мюзиклы. Знаете, мне обидно бывает. У нас хорошие пьесы, у нас хорошие театры, у нас хорошие постановки. Нет, мы взяли их мюзиклы. Вот Гюго, у него, он бы застрелился в гробу, если бы увидел Нотр-Дам. Танцующий в конце финале Квазимода от радости. Гюго не предполагал, что такое извращение можно сделать из его великого романа. Еще взяли с них игральные автоматы с американцев взяли. Ну, вообще с запада. И вот поколение целое сидит, дергает за ручку однорукого бандита всю ночь с мечтой о трех вишенках в глазах. В результате, раньше как-то спорт был у молодежи, больше. Как-то раньше больше молодежь спортом занималась. Сейчас любовь по интернету, цветы по интернету. Я говорю, еще секс по домофону, видите? Что такое любви может родиться? Только тамагочи. Игры телевизионные. Тоже мы с запада взяли. У нас ведь не было этого раньше. Вот эти игры для особо одаренных среди слаборазвитых. С этими вопросами для очень умных. Знаете, такие, что было раньше? Первая мировая война или вторая мировая война? И уже есть люди, которые задумываются над этими вопросами. И уже косички волнуются так сзади у этих людей. Что еще мы переняли с запада? Рекламы. Когда я смотрю рекламы, я знаете, о чем думаю? Загнивает человечество. Кариес. Перхоть, несвежее дыхание, грибок. Правда, мы, знаете, что правильно делаем? Мы их рекламы в правильном порядке всегда располагаем. То есть, вот, например, бульонные кубики, чипсы, пиво, шоколад и сразу лекарство от диры. Как-то мы странно приобщаемся к западу. Почему мы не возьмем с них что-то вполне достойное? Есть, есть хорошее. Даже в американцах. Просто я не говорил об этом никогда. Например, они, в отличие от нас, моются. Ну вот, есть люди, которые поняли, о чем речь идет. В транспорте с ними можно ездить, в любом. Потому что они моются. Кто-то заплодировал даже. Видимо, недавно ездил в транспорте. Знаете, я вам скажу честно, я лет 20 не ездил в метро. И решил недавно совершить экскурсию. Боже, как там пахнет, какой там запах. Я раньше, 20 лет назад, не замечал этого запаха. А то ли я сам не мылся. Вам приятно на домой смеяться. Я понимаю. Может быть, этого запаха не было. Но было уже поздно. Причем я так спускаюсь по эскалатору. Мне навстречу поднимаются два наркомана. Уже дури вензили. Смотрят на меня, говорят, во, блин, глюки начались. Я не знаю, как с их глюками. Но у меня от запаха в метро начались глюки. Я в кепочке езжу с козырьком, чтобы меня никто не узнавал и не приставал ко мне. И свою жизнь не рассказывал. Но козырек от запаха не спасает вообще-то. Рядом со мной стоял человек. Я его запомнил на всю оставшуюся жизнь. Стоял он вот так. Так, не все понимают. Сейчас, сейчас объясню вам. Вот я вот здесь. Да, вот тут вот. Он высокий, да. Боже мой. Какое ж впечатление сильное. Но главный вывод, знаете какой? Вот это, наверное, главная метафора моя. Я не знаю, сколько времени он не мылся. Но он под мышку побрызгал дезодорантом. Я путешествую в гастролях по стране. По Украине, по Белоруссии, по России. Смеются везде одинаково, в трех славянских странах. Поэтому я недавно сказал и в Белоруссии, и на Украине сказал. Мы с вами один народ. А наши правительства это другой народ. И наши страны сегодня напоминают вот эту немытую подмышку, побрызганную дезодорантом. У меня есть своя философия. И как бы начало этой философии, что человека, жизнь состоит из жизни туловища и жизни души. Я об этом неоднократно говорил по телевидению. Я сам как построил свою жизнь. Вот для туловища я взял такой западный образ жизни. А жизнь души оставил ту, что была в Советском Союзе. Наши театры, наши книги, наши фильмы, наши библиотеки. То есть не потеряв как-то интереса к поэтической стороне бытия. Мы страной сделали все наоборот. То есть с одной стороны, надо пример привести. С одной стороны их продукты. У нас очень хорошие продукты есть. Бывают. Бывают, бывают. Но мы взяли их продукты. Западные. Вот эти продукты-мутанты. Вот эти соки цвета недососанных леденцов. Мы страна богатырского кваса, натурального. Залита страна фантой. Пролейте фанту на пол, циклевать пол придется. Курицы вот эти, трансвеститы повсюду. Но это все еще засижено нас нашими мухами. Пицца. Итальянская пицца. Ну, это собрано из того, что не доели итальянцы в Италии. Но на этой пицце сидят наши мухи. Ощущения. А крупнокалиберные наши мухи такие, как гайки. Знаете, такие ощущения, что пицца прикручена к прилавку этими гайками. Я как-то ночевал на Амазонке в джунглях. И меня потом спрашивали, друзья, слушай, а как ты там мог целую ночь провести? Или даже две, ведь там мухи, комары. Друзья мои, говорю вам честно. Их мухи и комары, это шлоэта по сравнению с нашими мухами. Наши мухи по сравнению с их мухами аж чавкают, когда на их пицце сидят. И вот это, это гремучая смесь по всей нашей стране. И еще слова с них взяли, чтобы ощущение было красивой жизни. Едешь по России, ну дороги вы знаете какие. Так проедешь, допустим, от Казани в Ульяновск, все пломбы выпадут. На таких дорогах надо испытывать американские танки на тряску. Причем едешь, едешь, километров двадцать, ничего, ничего. Поле. Вот ощущение, что из-за холма татар монгольский иго появится. Вдруг посреди поля реклама, мартини. Для кого, понятия не имею. Едешь дальше, болото, в болоте, итальянская мебель. И слоган. В рекламе, который мне очень нравится, мы вас обставим. И по всей России, главное, иностранные слова. Куда не приедешь, в любую загогулину российскую. Раньше были гостиницы, теперь отель. Пять звезд. В каждом аппендициты России. Три за удобство во дворе. Две звезды за раковиной над кроватью. Но главное, чтобы внизу было написано не администрация, а ресепшн. Я спрашиваю одного, ты кто? Он говорит, я ресепсионист. Я говорю, таракана выведи сначала. Хотя бы за руки, тогда ресепсионистом будешь. В Керчи, пятизвездочный отель. Читаю. Кто знает английский, получу сейчас большое удовольствие. В фойе читаю, русскими буквами написано. Сегодня вечером в баре состоится мужской топлес. То есть мужики лифчики снимают. Везде говорят, вау, окей, по всей стране. Вроде бы ничего страшного. Но знаете, вот почему я радею за русский язык? Потому что русский язык все-таки язык чувства. Окей, это что такое? Это информация. Английский, американский языки это передача информации. Например, окей, мол, да. А у нас знаете, как старушки говорят в деревнях? Окейушки. Это перевести невозможно. Что этот пример показывает? Он показывает, что русский язык отражает нюансы чувств. Нюансы переживаний человеческих. Я тебя люблю, это чувство. По-английски, I love you, это передача информации. Вы даже не можете слова поменять местами. Кто знает английский, не даст мне соврать. Вы не можете сказать you, I love. Love, I, you. Нельзя. Все. Вот точно как в компьютере. Иначе ошибка. У нас, я тебя люблю, тебя люблю я. Люблю я тебя. Да, люблю я тебя. Мол, пошла вон отсюда. Бесконечное количество комбинаций нюансов чувств. Вы никогда не... Вот почему в русском языке много суффиксов, приставок, ласкательных суффиксов. Ну, потому что нюансы души, надо порывов души выражать. Вы никогда не переведете на английский язык слово недоперепил. Поэтому, когда русский человек вводит в свою речь... Да, потому что недоперепил, это не информация, это состояние души. А это уже не переводимо на другие языки. Вот почему я столько говорю о том, как смешно мы выглядим, когда говорим окей. На Украине стали говорить окей. Боже мой. Окей же ж. Не уже ж проблем ж. И думает, что все, он приобщился к цивилизации. Бизнесмен один назвал свою дочку в Белоруссии. Диарея. Диарея Степановна. Вы можете себе представить? Я говорю, еще сына НУРС назови. Полный порядок. И тоже везде отели, везде пять звезд, везде евроремонт. В Крыму. Хороший номер мне дают. У нас евроремонт. Ну, евроремонт по-русски, вы знаете, что это такое, да? Это когда, когда все в белом цвете, так, как для морга. Но, но вытаскиваешь вилку из розетки, полстыны отваливаются. Вот сразу. Чай не включаешь, холодильник отключается. Это, это евремонт. Кто-то шутил в аншлаге. Евремонт, это евреи ремонт делали. Шкаф открываешь, итальянский, с амурчиками, все. Он на тебя падает. А потому что собирались похмелья наши. На меня упал шкаф. Хорошо я с мобильным телефоном был. Я хоть позвонил администратору. Поэтому вы учтите, когда в гостинице селитесь, только с мобилкой открываете шкаф. Выключатель нигде найти невозможно. Везде золотые краны. Но из них течет вода, как будто кран. У ролги есть в зале? Как будто он болен двухсторонней почечной коликой. В ванну набирать шприцем можно с тем же успехом. Причем, что с чем соединяется, понять невозможно. С иллюзию номера из двух кранов течет горячая вода. В Крыму летом 30 градусов жары. Я хозяин отеля говорю, я уеду, я не могу здесь жить. Он говорит, почему? Я говорю, как, почему? Стоило мне в жару приехать, чтобы кипятком мыться. Вроде логично сказал. Он мне логично возразил. Сейчас удовольствие получите. Он мне говорит, ну почему мы вам дали лучший номер? В вашем номере даже есть джакузи. Я ему спрашиваю, а вы пробовали джакузи принимать в кипятке когда-нибудь? Вот в этом бурлящем турбулентном потоке. И Москва такая же. Москва, конечно, красивая ночью. И под снегом еще. Ну красавица. Потому что ничего кроме рекламы не видно на самом деле. А рекламы, конечно, едешь по Москве, такие разбегаются огоньки во все стороны, как будто тараканы скрестили со светлячками и напугали очень сильно. Но при этом в дыму она летом. То есть я говорю, мы должны быть занесены в Книгу рекордов Гиннеса как единственная страна, где горят болота. Сложная фраза, понимаю. И посреди Москвы плакат русскими буквами. Я даже не знаю, для кого это, кому предназначено и что означает. Русскими буквами. Практиш, квадратиш, гуд. Ничего понять невозможно. А на двери... Во-первых, какие названия ресторанов. Вы знаете, в Москве есть блинхаус. Овощной бутик. При входе в который на двери написано... Готовы? Open на себя. Вот я специально это говорю, чтобы люди видели, какие они смешные в этой ситуации. Мне вообще кажется, что мы иногда вот этим смехом выдавливаем из себя дурашлёпство какое-то. Потому что так над собой вообще никто не смеётся в мире. В Сочи, кинофестиваль. Ходят наши артисты. Все в смокингах. Все. По дырявому линолеуму. Платья волочатся вечерние у актрисы. Все с сигарами. Я спрашиваю у директора театра, а почему все потеют? Почему кондиционеры не работают? Он говорит, ты понимаешь, когда на площади напротив включаются фонтаны, у нас отключаются кондиционеры. Это чего с чем соединяется в России? Это ж понять невозможно. Я ехал в одном автобусе, в котором был видеомагнитофон. Специально дали такой автобус мне с занавесочками. Мерседес на 46 человек на строй ехала. Ну это с нашей щедростью российские. Это ладно, но такие занавесочки игривые, цвета взорвавшейся плодовощной базы. Такие, знаете, они только у нас сохранились. Такие ощущения, что публичный дом в Туркмении на передовую вывозить вот в таком автобусе. Но там был видеомагнитофон. Он был, но он отключался сразу, как только включался мотор автобуса. То ли он на бензине работал, я не знаю. К слову о том, что с чем соединяется, рекорд. У меня был недавно установлен в одной гостинице. Я пошел душ принимать. Меня током ударило. Ну я вообще был не одет, как вы понимаете. Я сразу выскочил и звоню по телефону администратора. Говорю, вообще-то меня что, током бьет? Спрашиваю я так. Потому что я вроде получил инженерное образование, но чувствую, что я глупость говорю. А она даже не отреагировала на мою глупость. Сказала, так это вы телевизор не выключили. Скажите, друзья, это как может соединяться в России? Но окей, вау, имидж. Женщины наши насмотрелись голливудских фильмов, бедолаги. Надели эти купальники, стринги. Я об этом уже рассказывал. Но это женщины смеются, они знают, что это такое. Мужики не знают. Вернее, не все знают. Я сейчас мужчину вам объясню. Знаете, наши женщины, они под Голливуд так теперь. Они сидят, говорят, окей, вау, no problem. И вот они загорают. А, да, да. У них мухи сидят вот так вот на теле. Они не шевелятся, нельзя. Пускай ползают, но шевелиться нехорошо. Это унижает достоинство. А они в стрингах. И вот пока они сидят, это ничего. А вот когда встают... Мужчины, слушайте внимательно, что такое стринги. Стринги — это такие купальники-ниточки, которые в женском, в славянском теле не видны вообще. Она когда встает, идет так вперед. Нет, ну я не против, но не каждый идет. Я так смотрю сзади, два торта съели ниточку. Вообще. Ну наденьте. Мне нравятся полные женщины, я честно скажу. Ну наденьте наш купальник там. Там то ли себя, то ли подругу представила. Уже как-то залилась очень, очень конкретно. Так, представив кого-то. Боже мой. И она идет, и такая смесь холодца с целлюлитом входит. И я сразу вспоминаю, бабушка бросит холодец на тарелку. Я так говорю, дрожи, холодец. А выходит из моря. Это издалек кусок ветчины, перетянутый веревочками. Есть одна очень древняя легенда, о которой я хочу вам еще раз рассказать, несмотря на то, что я говорил о ней по телевидению. Она очень древняя, ей, наверное, более 7 тысяч лет. Но она такая трогательная. Земля живое существо. У нее есть своя энергия, своя душа. Поэтому мы как говорим, Земля матушка. А материки выполняют функцию органов Земли. И вот интересно, еще 7 тысяч лет назад, в этой легенде древней, та часть материка, которая сегодня находится под Россией, обозначена, знаете, как мозг Земли. Мозг Земли. А американский континент, как пищеварительная система. Да, так любую страну можно рассмотреть. Аравийский полуостров, там обозначен печень. Вот сейчас чистка печени у нас началась. Америка роль клизмы выполняет. Любую страну так можно рассмотреть. Чечня, геморрой? Как мне один военный сказал, Чечня наш геморрой. И вот так вот рукой провел на себя. Видимо, совсем плохо в анатомии понимает все. Казалось бы, еще один всепланетарный парадокс. А я докажу, что вот это как раз не парадокс. Америка, пищеварительная система. Вы посмотрите на их фигуры. Они все напоминают желудки своими фигурами. Все расширены к низу, потому что едят антибиотики и гамбургеры сразу. И поэтому такие фигуры, как будто у всех в штанах памперсы. И они всегда едят. В любой точке страны, как будто там, у них под землей какая-то энергия, резонирующая с пищеварением. У них даже сохранились на их континенте племена, которые ничем кроме пищеварения не занимались. У меня гидша была, инка, в Пыру. Она на меня вообще не без людоедского интереса смотрела. Альга смотрит на меня. Я спрашиваю, осторожно так, мол, а у вас еще людей в жертву приносят? Она мне говорит, вообще-то переписи населения у нас нет. Ну, я сразу убрался из этой страны. Конечно, мне могут возразить, мол, в Америке такие институты, такие талантливые люди. Да, но они все куплены в других странах. Я же видел американский университет в Нью-Йорке. Это русские евреи преподают китайцам математику. Мне говорила воспитательница в детском саду в Нью-Йорке, американка-воспитательница, что если один русский ребенок в американском детском саду, все американские дети на его фоне дауны. Потому что русский ребенок даже знает, что пингвин это не насекомое. А их образование американское, оно прозрачно, как сетка от комаров. Недавно по CNN показывали двух американок, они не поняли, что они показали. Я плохо знаю английский, но тут даже я понял. Одного другой спрашивают, как все-таки правильно говорить, Иран или Ирак? Россия мозг земли. Парадокс? Нет. Русские люди потрясающе соображают. Правда, наш человек соображает без всякой пользы для дела. Он просто соображает. Действительно, как будто какой-то фокус, как будто энергия какая-то резонирует в России с нашей соображалкой. Например, у него три класса образования, у русского мужика, допустим. А ему надо сделать пакость соседям. Три секунды думает. И уже знает, как надо канцелярскую скрепку засунуть в счетчик электрический в подъезде так, чтобы соседи платили за весь подъезд. Откуда это берется, можете сказать? Он не знает законов Киргофа. У наших детей самый пытливый ум на земле. У моих знакомых мальчик 10 лет. Отчудил такое. Поставил недавно черепаху на колеса. Ну, во-первых, зачем? Во-вторых, даже французскому, весьма развитому ребенку, даже на ум не придет, как подумать, чтобы до такого додуматься. Он аж снял провозик с колес и поставил черепаху. Я его спросил, зачем? Знаете, что он мне сказал? Хотелось удовольствие черепахе достать. Сколько чувств заложено изначально в нашем человеке. И что вы думаете, черепаха таки довольна. Она даже улыбается. Она вообще не знала, что можно с такой скоростью по земле передвигаться. Я такие вопросы из зала получаю иногда. Такие записки ко мне приходят с такими вопросами, которые мне не задавали нигде, никаких других странах. По-моему, у вас в Питере пришла записка с вопросом. О, сейчас, порадую. Михаил Николаевич, был написан в записке, вы много путешествуете по разным странам, наверняка были в Китае. Во-первых, скажите, правда ли, что в Китае больше 30 тысяч иероглифов? И дальше. Вот он, пытливый русский ум. Как, по-вашему, выглядит китайская пишущая машинка? Тебе это зачем надо знать? Ты можешь мне сказать? Я об этом сказал по телевидению однажды. И что вы думаете? Уже год приходят записки, вы не договорили, как выглядит пищущая машинка. Причем, согласно этой легенде, чтобы вы знали, мы не просто мозг Земли, мы самая древняя часть мозга. Вот врачи есть в зале, наверняка не дадут соврать. Есть такая часть мозга, называется гипоталамус. Она находится вот здесь, сзади. То есть, вот почему умом Россию не понять, только задним. Вот так вот. Потому что не может иностранец умом вычислить то, что наш делает от гипоталамуса. То есть, от души. Как вы объясните иностранцу, что 0,5 литра водки за вечер русскому мужику? Много. Литр нормально, а полтора мало. Вы можете так объяснить? Вы им элементарных наших вещей не сможете объяснить. Они, например, заболевают, к врачам обращаются. А нашему не надо. Он к соседке идет. Говорит, Варваровна, или там, Фроловна, как ячмень под глазом вылечить? Вот той трехласса образовательной. Она говорит, сам себе плюнь в глаз. И получается. Русские женщины за неимением средств, знаете, как избавляются от второго подбородка? Стучат молотком вот так вот по подбородку. Я хочу вызвать в русских людях чувство гордости за нашу соображалку. За то, что мы все-таки мозг земли. Расскажу, как я заходил к одному староверу. Он живет на сихатой Алине. Я пришел в деревню, нашел его дом, открываю калитку. Туго-туго калитка открывается. Я спрашиваю, Куприян Кондратьевич, почему так туго открывается калитка? Знаете, что он мне сказал? Зато ты вошел, у меня ведро воды налилось. Не надо бояться неожиданных решений. Мы всегда выигрывали, когда что-то невычислимое Западом совершали. Смотрите, Олимпийские игры, они унижали, унижали наших спортсменов. А как мы им ответили, какой мы ему удар в поддых нанесли? Они не ожидали такого ответа от нас. Мы им сказали, а мы за это не будем покупать ваши окорочка. 300 миллионов долларов решилась Америка и Россия. Сразу их президент к нашему прилетел. Бурж сразу прилетел. Обиделся за свои ножки. Она же ему классно сказала. Вы уличили наших спортсменов в допинге, а мы ваших куриц в допинге. Пэн! Мы удивительно парадоксальная страна. Единственная страна в мире, где гимн написал баснописец. Осталось, чтобы герб нарисовал карикатурист. Страна парадоксов. Страна, в которой народу не платят зарплату, народ жив. И неплохо жив. Бомжа показывали недавно по телевизору, жжет в канализации, лицо не проходит с канализационной люк. Парадоксальнейший народ. Народ, который из всего поста соблюдает масленицу и Пасху. Я понимаю, вы над собой сейчас смеете. Молодцы, что смеетесь над собой, потому что я это с себя писал. А в остальное время я вроде как иудей. Удивительно парадоксальный народ, и у нас даже язык парадоксальный. Вот смотрите, сейчас придется немножко так напрячься, подумать, потому что сложный пример. Название всех национальностей. Голландцы, французы, англичане, американцы. Это все существительные, только русские прилагательные. Чтобы вы знали, только в русском языке есть слово выключатель. В остальных языках включатель. А им работать хочется. Включить и работать. Нам выключить и уйти. Все. По языку познается психология людей. Только наши люди, приходя в магазин, спрашивают, у вас сыра нет? А какого нет сыра точно? Только наши мужья из комнаты кричат в прихожую жене, ты уже ушла? И какого ответа они хотят дождаться? Меня здесь нет? Да, мы страна парадоксов. Страна, в которой каждый год одних и тех же рыбаков уносит на одной и той же льдине. Только наши люди едят чеснок, чтобы заглушить запах лука. А огурцы запивают молоком. И потом жалуются, наверное, погода, что-то с давлением. Живот чего-то не так, пучит. Да, мы народ парадоксальный. Скажите нашему человеку, что на небе 343 миллиарда 685 миллионов 547 тысяч 182 звезды. Он верит. Аз подойдет к двери, написано, окрашено. Попробует обязательно. Наши президенты тоже, чтобы вы знали, самые парадоксальные в мире. Все президенты, когда клянутся, держат руку где? На самом дорогом, на сердце. Вот так. Только наши президенты. Вот так вот. Видимо, берегут парадоксальный генофонд нашей страны. Мне даже итальянцы говорили, самые непредсказуемые в мире это славянские народы. Только из Белоруссии, с Украины, из России туристы, пропив все деньги, приходят в магазин с вопросом. Где тут у вас кровь сдать можно? Все мудрые люди, и даже Далай-Лама, и даже астрологи говорят, будущее Земли за Россией. Ну, я объясню, что это означает с точки зрения астрологической. Сменяются эпохи. Была эпоха рыб, такая кровожадная эпоха была. Войн, раздоров, мясорубки просто. А сейчас более такая женская, добрая эпоха, водолея. Она считается женской эпохой. Вот почему растут женщины, голубых много. И... Тихо, 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 тихо. Ну, это объективный процесс, он с космосом связан. И... Нет, в вашем случае нет. И... Дайте договорить. А Россия рождена под водолеем. То есть, чтобы было понятней, водолей спонсор России. И нам впервые грозит светлое будущее. Где-то через 500-800 лет, вот так вот. Ну, мне нравится, что наши... Это нравится. То есть, наши довольны сидят, хохочут. Ура, через 500 лет. Тачку куплю себе нормально. Наши вообще так интересно реагируют на все эти предсказания. У меня человек как-то остановил на улице. А расстроенный, расстроенный. Говорит, Михаил Николаевич, это неужели это правда? Я говорю, что такое? Он говорит, да я прочитал тут в газете. Неужели это правда, что через миллион лет погаснет солнце? Я говорю, а ты почему об этом спрашиваешь? Он говорит, и что нам делать? Я говорю, это ты о себе сейчас? Он говорит, хотя бы. Я его успокоил, сказал, да не через миллион ошибка в газете. Через два миллиона. Все, он успокоился, все, пошел домой. А вообще, мне кажется, вот Земля-Матушка, она нас специально готовит, славянские народы, чтобы мы выжили, если наступит конец света. Другие народы не выживут. Мы можем есть вот все, что есть. Абсолютно спокойно. Грибы. Немцы, англичане, американцы, они не едят грибы. Это подножный корм. Они брезгливые. Как? На халяву растет. Как не есть это? Они ходят со счетчиками, эти радиацию замерять. У нас вон из Чернобыля письмо пришло моим знакомым. Приезжайте, у нас такие яблочки крупненькие выросли. Мы ничего не боимся. У них 16 конвертов с сибирской язвой пришло. Паника на всю Америку была. Весь мир паниковал. 16 конвертов. Одна страна не паниковала. А что нам? У нас 16 лет уже холерная палочка сочится из водопровода. Вот такие рожи по телевизору выступают. Говорят, у нас все в порядке. Мы приготовились уже к сибирской язве. Мы самогонки наготовили. Все. Мне одна женщина в Симферополе сказала, я никогда не пью. Я пью только воду из-под крана. На вопрос, почему сказала, я не хочу к нежности приучать желудок. Человек стоял на рынке, смотрел на яблоки в Харькове. Внимательно, внимательно. И говорил про себя, не вижу, чтобы они радиоактивными были. Ну, что там этот конец света? Ну, объявят, на Дальнем Востоке наступил конец света. Вот он идет по стране. Мы будем его встречать, наливать. Анекдоты рассказывать ему. Кореша в казино у конца света его конец отыграют. Огороды есть только. Я не в том смысле, чтобы подумали. Она вообще сидит, чем свою смеется. Или ее щекотит кто-то, или там она, я не знаю. Может, она книжку читает вообще поперек выступления. Вот еще один признак, что мы выживем. Только у славянских народов есть огороды. Вы, наверное, это не знаете. Но когда приезжают американцы и видят российские огороды, они просят, сфотографируйте с тыквой в присядку, потому что они никогда не видели тыквы сразу. Они же все в магазинах покупают. Они не видели червивых яблочек никогда. Да, я фотографировал лично англичанина в Подмосковье, который расковырял яблочко, говорит, сфотографируй с червячком, пока он вылезет. Когда они видят, что русские придумывают и как фантазируют на огороде, они понимают, насколько они ущербны по сравнению с нами. Американец однажды увидел под Самарой у одной моей знакомой на даче помидоры, закрытые газетками. Он долго чесал тыковку. Потом спросил, зачем? А она говорит, да чтобы теплее было помидоры. Ой, да и все, и все. А какие газеты? Да бесплатные, рекламные. Вы говорите, какие же мы дураки, мы теплицы за деньги строим. Вы никогда не объясните. Мы особой выживаемости народ, вы знаете? Правда, как будто нас специально готовят для какого-то катаклизма, чтобы человечество на земле осталось. Ведь вы никогда не переведете даже те, кто знаете английский язык, американцу, что означает выражение «заклеить окна». Ну, о клейстере я вообще не говорю. Состав рассказать невозможно. У него только от мысли слипнется все внутри. Между прочим, невыдуманный случай. В той же Самаре, к приезду одного педагога, американца, дети поставили спектакль на английском языке, а на улице было минус 20. Он спрашивает в учительской сиде, почему не начинается спектакль? А уже прошло полчаса, как он должен был начаться. Ему одна из учительниц перевела. Там, к нашему спектаклю, две учительницы пока еще заклеивают окна. Американец спросил, у вас штор нет? Она говорит, почему? Он говорит, ну как почему? Что такими большими листами? Вот заклеиваете все стекло сразу. Она говорит, нет, узенькими полосочками. А почему узенькими? Стекло ж большое. Она говорит, ну ты придурок. Ну какое стекло? Какое стекло? Ты чего? Мы щели заклеиваем. Он говорит, и я придурок после этого? А какие щели, позвольте узнать? Где у вас там щели? Она говорит, ну между рамой и стеной. У вас там щели? А чем заклеиваете? Бумагой. Он говорит, и бумага спасает от холода минус 20. У него очень трудный вечер был у американца. Он после этого не мог смотреть спектакль, потому что тут одна учительница, а знаете, как наши учительницы английского, они часто переводят с русского. И вот одной учительнице взбрело в голову ему еще объяснить далее процесс. Она ему сказала, да не, мы предварительно щели затыкиваем ватой. Он говорит, а посмотреть можно на это? Пришел, посмотрел. В щель. Один вопрос задал. Говорит, пожалуйста, я один вопрос могу еще задать. Я знаю, что я уже вам надоел со своими расспросами, но один, больше не буду. Скажите, вы зачем выпускаете такие окна? А как ему объяснишь это все? Но когда этот бедняга увидел, как наши дачницы сеют морковку, это смеются те, кто знают, наверное, как это делается. Я порадую всех остальных. Можно? Вы будете гордиться русской соображалкой? Если вы сыпанете просто морковку на грядку, так хаос будет. Некоторые наши русские любят порядок на огороде, в отличие от балконов. Поэтому придумали приклеивать семечки на расстоянии 10 сантиметров друг от друга клейстером к туалетной бумаге. Ну, растягиваешь. Дождь размокает бумага, семечки внедряются и вырастают. В стройном порядке. Вот этот бедный американец увидел процесс. Как наша дачница растягивала туалетную бумагу по грядкам. Он наблюдал внимательно. Он подумал, что она на просушку вытащила ее. И вот он спрашивает, вы настолько бедно живете, вам стирать туалетную бумагу приходится. Они не выживут. Они все не приспособлены ни к каким трудностям. Они горох не видели в стручках. Когда американец увидел у русских горох в стручках, он сказал, какие же вы сообразительные такую упаковку придумали. Вы понимаете, что у славянских народов миссия есть на земле. И очень важная миссия. И не надо их бояться, когда у них зима, минус пять и гололед. Хотя какой гололед для нас минус пять? У них встает движение, отключается экономика. У меня три концерта отменились в Нью-Йорке из-за того, что было минус четыре градуса. Снег выпал. Четыре ангстрема толщиной. Не надо их бояться. Нам не нужно ядерное оружие. Мы их забросаем снежками. А у нас был гололед в Москве недавно. Минус двадцать градусов. Три человека бегут за троллейбусом. Бигмя бегут. Добегает один, правда. Двое с копыт. С трикан добежал. С лязгом рыцаря Тевтонского ордена. И все смотрят ему на ноги, когда он вскатил. Готовы? У него на ногах привязаны терки. Да что нам конец света? Плевали мы на этот конец света. Но раньше, через пятьсот лет, нам светлого будущего не видать. Программа, извините, сбилась. И нам еще пятьсот лет надо, чтобы прибраться хотя бы на своих балконах. Вот это ценятся те, кто вспомнили, что у нас на балконах. Что у них на балконах, вернее. Остальные вспоминайте, вспоминайте. Вот разрешите я угадаю, что у нас на балконах, у вас. У русских людей на балконах, знаете что? Все! Все, что не уместилось в квартире. Все. Во-первых, лыжи. У некоторых одна лыжа. Вот это мне нравится. Спрашиваешь, зачем? На всякий случай. Какой у тебя всякий случай может быть? Ты что, когда инвалидом будешь, будешь на одной лыжи кататься? Неподалеку от лыж цепь велосипедная 28-го года из здания. На всякий случай. Не знаю зачем. Для самогонного аппарата. Трехлитровые банки пузатые стоят. Написано огурцы, там грибы. У наших людей никогда не совпадает то, что написано с тем, что внутри. Банки с красками, засохшие напрочь. Тараканы сотрясение мозга получают, когда туда попадают, падают. На всякий случай подкрасить. Чего тебе подкрашивать? Такие щели там уже давно ду... Холодильник рядом стоит. Старый-старый, ржавый-ржавый. Откроешь, там стоптанные тапочки. Домашние. Зачем? А вдруг война будет? И что? Ты чего, на голову противнику будешь сбрасывать этот холодильник? Все это припорошено колготками, трусами, носками, тряпками. Все замес крутой такой идет на балконе. Потому что колготки вообще никогда не выбрасываются ноженые. Это большая ценность. Потому что если они сносились сверху, их отрезают, носят как носки. А если сносились снизу, носят как трусы. Хотя я не знаю, как сносить сверху, но мне об этом написала одна читательница. Ха-ха-ха-ха-ха. А в Астрахани мне женщина говорит, я вообще колготки берегу для огорода. Я говорю, в каком смысле? Она говорит, ну я натягиваю их на баклажаны. Я говорю, и баклажанную икру делаете? Я по незнанию вопрос дурацкий задал. Она говорит, да нет. Я натягиваю колготки, ношеные на баклажаны, чтобы вороны их не поклевали. А знаете почему? Я открою вам секрет. Потому что вороны, они вообще запах о ношеных колготках... Колготок, ношеных не выносят в вороны. Они улетают, они не возвращаются никогда уже. Даже дети этих ворон не возвращаются на этот огород. Память о запахе колготок в ДНК. У поколений воронят. Программа сбилась, что вы хотите. Видел по дороге однажды. От одного города в другой. Стоял туалет придорожный. Было написано «Парадизм». Открываешь дверь. Нет задней стенки. Светлое будущее водолея практически там. Вообще, вот такой рассказ о жизни в наших странах был бы неполным, если бы я не коснулся стран Балтии. Вот это просто какой-то определенный важный момент в моей философии. Потому что страны Балтии, они взяли с запада самое хорошее. У них уже дома покрашены такие, как из конструктора Лего. Да, уже все аккуратненько, все. У них уже даже тучи ходят строем. Я не знаю, как они добились таких успехов, но по всей Прибалтике, как они этого достигли. Одеяло совпадают размером с пододеяльниками. У них пробки в ванной совпадают размером с дыркой. Ну как это может быть? И все пробки на местах, везде. Вот у нас приезжаешь в гостиницу, то ли пяткой затыкать надо, то ли садиться вот в эту часть ванны, чтобы вода не протекла. Я уже не говорю про пододеяльники, когда ты... Я езжу много, ведь в разных гостиницах останавливаюсь. Каждую ночь я начинаю перегонять от одеяла пододеяльники из угла в угол. Как хоккейную шайбу по полю. Там уже пляжные раздевалки сделаны аккуратненько, красивенько. Видно туловище до колена снизу. А у нас в Новороссийске я был. Там вот нижний край. В раздевалке мы были с бригадой артистов. Один артист очень гениальный, но не баскетбольного роста. Пошел переодеваться. А он очень известный артист. Народ стягиваться начал. А там еще ямку вытоптали поколение советских людей с 17-го года. Никто эту ямку не засыпал еще с тех пор. Я говорю, если б ты лифчик пошел надевать, это еще тебя бы спасло все. В Прибалтике уже финансовые расчеты, банки. Все это уже налажено, как на Западе. Там уже вы не увидите, чтобы в подъезде висело объявление, кто не оплатил за газ, тому газ будет пущен по вентиляционным трубам. Там уже на пыльных машинах пальцем не увидишь надписи, как у нас. Как у нас. Нашему человеку ведь помыть это тяжело. А вот пальцем написать. Не обгоняй меня, обидно. И довольный едет. Я видел Запорожец. Такой жалкий-жалкий. Пыльный-пыльный. Ну, Запорожец это вообще эмбрион джипа. Или выкидыш КамАЗа. Это как ходить. И вот на пыльном Запорожце пальцем было написано, два часа позора, и я на даче. Жизнь туловища они наладили по-западному. Но есть одно но. И оно ключевое во всей моей теории. Раньше в странах Балтии были киностудия, литература, театры, журналы литературные. Этого ничего больше у них нет. Как будто они, нырнув за Западом, попали в какую-то духовную западню. Вот эти молодые люди, для которых главное попса, интернет, сережки в ушах, в пупках. Вот эти телевизионные игры. Эти молодые люди сегодня даже считать разучились. Как на Западе я американцу дал 10.45, потому что с меня нужно было получить 5.45. Он спрашивает, зачем здесь хватает? Я говорю, чтобы вы ровные деньги дали. Он говорит, я не понимаю, зачем ровные деньги дали. Был наш эмигрант, который стоял рядом со мной и сказал, пожалуйста, не объясняйте ему дальше. Ничего, его заклинит, он не сможет работать весь день. И многие, вот интересно, что очень многие эстонцы, латыши, литовцы, которые получили образование в Советском Союзе, смотрят наши программы телевизионные, смотрят наши фильмы. Ходят, смотрят постановки наших, приезжающих на гастроли театров. И мало этой энергетики. Как будто раньше они были на напряжении 220 вольт, а сейчас 13 у них вольт. У меня садовник в Юрмале, я ему говорю, засади забор, чтобы не видно было, что я там делаю, а то подглядывают все время. Он говорит, да, все, я вернулся через месяц. Говорю, почему не посадил? Он говорит, посадил. Я говорю, что? Он говорит, вот, вот такого размера. Я говорю, это что такое? Он говорит, жасмин. Я говорю, я тебя просил закрыть весь забор. Он говорит, через 20 лет знаете, как разрастется? Мне не надо через 20 лет. У нас особая энергия, поэтому сегодня уже литовцы первыми начинают ненавидеть американцев. Потому что американцы уже пришли, это их правительство, американцы. И литовцы умудрились продать американцев нефтеперерабатывающий завод так, что остались должны американцы. Мне латыши говорят, мы смотрим только российские программы. Потому что наши, ну, невозможно смотреть. Но действительно, я попытался посмотреть в Риге программу одну. Ой, три белочки задавило сосной. Я так переживал весь вечер. Лось утопился от такой жизни в озере. Три грамма наркотика перевезли через литовскую границу. И спор идет, хватило таможенникам или не хватило всем. У нас новости так новости. Энергия. Танкер столкнулся с пассажирским поездом. И вот начинаешь мыслить, они как нашли друг друга? Ну, конечно, наши новости, они энергичны, они заряжают энергией. Там в Эстонии прошло такое сообщение, что чиновника посадили. Полторы тысячи долларов взятку взял. Ну, стыдно даже обсуждать. Нам вот 20 миллиардов дают России, чтобы мы уничтожили ядерное оружие. 20 миллиардов. Все-таки они тупые на Западе. Они что, не понимают, что 19 миллиардов даже до границы не доползет? Останется миллиард. На этот миллиард будут открыты институты по изучению проблем закапывания ядерного оружия. Во всех городах открыты филиалы, столовые, гаражи, автопарки, знамена, вымпелы, значки, пошиты. Останется тысяча рублей. Чтобы из них отложить заначку, на это тысяча рублей наймут Колю с Васей, который за две бутылки водки лопатами зароют все ядерное оружие. Конечно, наши новости интереснее. А я приезжаю в Ригу, у меня водитель говорит, Михаил Николаевич, страшная новость. Я говорю, что случилось? Ну, думаю, может война с Эстонией началась там. А он говорит, вы понимаете, собака перешла эстонскую границу, укусила пограничника и ушла обратно в Эстонию. И нет закона ее депортировать. Ну и какие новости интереснее смотреть? Конечно, наши парадоксальные, ведь это надо каждый год. Вызывает удивление всего нашего народа. Одна и та же теленовость. Опять зима неожиданно подкралась. В январе. Да что же это такое? Правительство не предупредило вовремя. В странах Балтии даже как-то чувство юмора, знаете, даже вот чувство юмора уже не такое, как было во времена Советского Союза. Особенно, конечно, с эстонцами плохи дела. Потому что, ну, они особенно стараются подражать Западам. И все. Я говорю, что в человеке 90% жидкости. А в западном человеке 90% тормозной жидкости. Мы как-то с другом ехали из Риги в Таллин и остановили машину, потому что с нашей там неприятность произошла. Остановили машину и с тонкой с рулем мы говорим, довезите. Она говорит, садитесь. Мы сели. Через 800 метров она останавливается. Готовы? Знаете, что говорит? Вообще-то я в Таллин не еду. Конечно, все это в России тоже есть. Есть это. Сегодня падение образования есть. Многие молодые люди уже сегодня воспитаны телевидением. Я хорошую фразу однажды сказал, но она сложная. Телевидение имеет, имеет огромную аудиторию. А должно было бы ее оккультуривать. Есть одна, поняла, особенно вдруг включилась. Уже воспитанная телевидением молодежь уже не знает разницу между царевной лебедем и несмеянной, но знает разницу между телепузиком и покемоном. Кто не знает, скажу, покемоны силы телепузики могилы. Или наоборот, не знаю. Уже рейтинг у телевизионных передач, уже рейтинг у таких передач среди молодежи, как окна, настоящий рейтинг. Причем по Москве ходят интеллигентные люди, говорят друг другу, это невозможно смотреть. А потом друг другу подробнейшим образом рассказывают, что невозможно смотреть. Уже молодые люди думают, что мегаполисы, спид-инфо, это литература. Я говорю, еще выпустите журнал «Сифилис-инфо». Очень высокий рейтинг будет. Уже приходят в библиотеку молодые люди и спрашивают стихи Чехова. У меня знакомая женщина в библиотеке работает. Говорит, что только не спрашивают, я записываю специально для тебя. Недавно молодой человек спросил переписку Ивана Грозного с Крупской. Ну, потому что с Крупским уже тяжело запомнить. А что, в чем обвинять молодежь? В том, что они этого не знают. Они насмотрели с голливудских фильмов и они действительно уверены, что можно выстрелить из шести зарядного пистолета сто тридцать восемь раз. Они уверены, что война – это романтика. Когда понимают, что это не так, уже поздно. Они уверены, что окей, гастарбайт, реновация, что это все русский язык. А учителя стали говорить окей. У моих знакомых в классе учительница говорит, я вам задом на дом. Вот что произошло из-за того, что мы сдвинули вектор в западную сторону. Еще пришел мальчик в библиотеку. Десятый класс. Задал чудесный вопрос. Островского дайте мне роман «Беспредельницу». А что в сочинениях пишут? Чацкий сел в карету и приказал, гони в аэропорт. Тогда западная формула образования начала действовать даже на наше. Бедолаги, они просто не знают, почему они наркотики так любят. Да потому что они просто не знают, что пьянство полезнее. Пьянство юмор развивает. Потому что нельзя на утро без юмора относиться к тому, что делал вечером по пьянке. Бедное это поколение. Мальчик отвечал, урок по физике, сказал, молекулы притягиваются и оттягиваются. Все рекорды побила десятиклассница. На вопрос, до Гагарина был кто-нибудь в космосе, хотя бы из животных? Он сказал, да эти две были собачки, Гагарин, по-моему, жучка и сучка. Вот я рассказал про страны Балтии, про Россию, про образование там, здесь. Но есть одно но. Вот есть одно кардинальное но. Главное но. В России все-таки еще не все, так как в странах Балтии. Все равно у нас есть. Ничего, еще домой придете, засмеетесь. Это ничего. В прошлом году произошло главное событие в моей жизни за последние десять лет. Меня Евгений Александрович Евтушенко пригласил участвовать в своем концерте. Многие молодые люди, которые есть в зале, наверняка не знают, кто это. Я скажу, поэт. Это не дизайнер. Я согласился, потому что я вообще люблю поэзию. Моя фамилия была в афише. Ко мне подходили люди на улицах по этому. И говорили, Михаил Николаевич, да неужели вы думаете и верите, что возможен вечер поэзии в наши дни после того, что мы видели по телевидению? Я верил до последнего, что это возможно. И я выиграл. Я оказался прав. Я представить должен был Евтушенко. Я вышел для того, чтобы сказать вступительные слова. Полный зал, Кремлевский дворец съездов, шесть тысяч человек. Я вас уверяю, только в России может собраться шесть тысяч человек в наше время на вечер поэзии. И когда я представил Евгения Евтушенко, произошло самое трогательное. Весь зал, когда он вышел, встал, только в России могут встать люди перед поэтом, перед президентом в Штатах встанут по Конституции. А у нас от души их выдавила любовь, любовь к поэзии, потому что потому что совестью нашей всегда были писатели, поэты, артисты, режиссеры, художники, а совестью западной демократии, юристы. Самое бессовестное сословие на земле. Если в зале есть юристы, не обижайтесь. Вы самые бессовестные. Вы готовы защищать даже Гитлера, если Борман заплатит золотом партии. Западная демократия – это власть денег, выбранная за деньги ради денег. Остальное все лишнее. Ведь на Западе, вот такой пример, КВНа нет лишнего. Как может быть лишним клуб, в котором такое количество остроумных, молодых людей и один находчивый мысляков? Все, что мимо денег – лишнее. У нас сохранились в России спасительные задатки. И вдруг, через месяц, мы обедаем, Евтушенко, Ермольник и я, в Сочи, во время кинофестиваля. И подбегает к нам тинейджерка. И вдруг к нашему столику подбегает такая девчонка, совсем тинейджерка, потенциальная наркоманка практически. Узнает меня, и Ермольник, и Евтушенко не узнает, и говорит мне, дядя Миша, я была на вашем концерте в Кремлевском дворце съездов, вы выступали с этим поэтом, я не помню, как его, она говорит. Послушайте, он такой прикольный дед оказался. Я не думала, что такое может существовать, я никогда не слышала стихи со сцены, она говорит. У Ермольника, когда она сказала первую фразу, даже так курочка остановилась при входе в рот. И он так внимательно смотрит на нее, и косичка приподнялась у него. Она продолжает. Я после этого вечера пошла в книжный магазин, купила книжку этого поэта, купила книжку мастера Маргарита, потому что он рассказывал о ней, Евгений Александрович, она не знала, что такая книжка есть. И сейчас она мне говорит, буду читать «Войну и мир». Да не будет она читать «Войну и мир». Но как чудесно сказал про нас Гоголь, нашего человека надо уважать хотя бы за намерения. Потом мы познакомились, разговаривали, и она нам рассказала, как она ходит теперь на дискотеке и выписывает цитаты из современных песен. Я-то этим занимаюсь давно. И она знает, что я об этом рассказывал не раз по телевидению. Кстати, не без моей помощи попса перестает собирать сейчас зрителей в России, потому что, ну, многие же слышат эти глупости, которые они поют. Я-то еще в хоре в школьном не мог петь всерьез песню со словами «Счастье иметь тебе, Родина». Это... Ну, я плакал, когда я это пел. Да, ну что ж. Я вообще больше плакал, чем смеялся над советскими песнями. Особенно вызывала жалость судьба Гагарина, потому что в песне пелось «Простой советский паренек, сын плотника из Толера». То есть практически паренек без мамы родился на свете. А так хотелось, чтобы у него мама была. Но это не с моим мозгом вот это попсу слушать. Поэтому я всегда смеюсь, выбираю какие-то фразы. Она это прекрасно знала. И мы стали... Смотрите, она на одном вечере поэзии побывала и вдруг услышала в одной песне то, что даже я не услышал, хотя я знал эту песню. Песню поет Аллегрова о Екатерине. И вот эта девчонка, тинейджерка, мне говорит, «А вы ничего там не заметили?» Я говорю, «Нет». «Ну как?» Она говорит, «Там же есть такие строчки, что Екатерину экипаж уносит на окраину Москвы, их же вечерняя». Я говорю, «И что?» Она говорит, «Екатерина жила в Петербурге». Ермольник говорит, «Неслабо ее уносил экипаж». И мы стали играть в игру. Вот эта девчонка нам говорит строчку, а мы должны придумать, кто может спеть эту строчку. Например, «Голова моя глупая, без нога без рук». Я сразу сказал, «Песня Колобка» Это тут же. Потом она еще интересно процитировала песню про «Лето и зима, знойный гололед». Я схожу с ума ночи напролет. Ну, это... Это песня пингвина в климаксе. Она такие подарки нам сделала. У тебя на плечах губ сожженных зола. Значит, это песня о гидбригаде Освенцева. «Выстрелом в сердце ты разбудишь меня». Причем навсегда. А песня со словами «У меня от любви по колено руки в крови, как вам нравится?» Тут много вопросов. «И откуда у тебя руки растут?» Тут много вопросов. А солистка поет «Ты не знаешь, как в душе тепло, ты не знаешь, что там залегло». Я могу долго приводить эти примеры, но она сделала мне действительно подарок. Я бы в жизни эту песню не услышал, но она говорит, «Знаете, я для вас специально записала «Порадуйте зрителей» такой цитатой». И теперь я выполняю обещание «Я вас радую этой цитатой». «Пролетела стая птиц и закапалась ресниц». Почему я это рассказал? Посмотрите, один вечер поэзии. Девчонка ожила. Она другой стала. У нас еще девушки есть, которые читают книжки. Я понимаю, наши девчонки занимаются любовью за деньги, но любят бесплатно. Это я по себе знаю. У нас еще есть люди, которые... Нет, я не жмот, не надо. Так засмеялась, как будто я скряга. У нас есть люди, для которых еще деньги не главное. Я вез двух немцев из города Уварова в Москву. Надо было проехать 700 километров. Мы остановились в одной деревеньке, и я их завел к старушке. Думаю, пускай напоит молочком. Она напоила их молочком, и произошло невероятное для немцев. Она, старушка русская, не взяла с них денег. У них был шок. Они спрашивают, почему она не берет денег? Как я им объясню? У них нет выражения от души. Нету. Я им сказал, мало давали. Это они поняли, но больше не дали. А как я им мог перевести ответ старушке? Она им говорила, вот, знаете, пока есть такие женщины в России, даже мужики не безнадежны. Она говорила, какие деньги, немчики? Главная вторая часть фразы, она вызывает и слезы, и смех одновременно. Вот гордость за наших сейчас можете испытать. Она говорила, какие деньги, немчики? Мы же с вами воевали. Вот что сохранилось в русском народе еще. В славянском народе. Они на Западе даже, чтобы поехать на рыбалку, экзамен сдают предварительно. Ответить на вопросы должны, как насадить червячка на крючочек, чтобы червячок не получил инфаркт. А меня возили на охоту с душой в Красноярске с вертолетов на тушканчиков из ракетниц. Как бы мы не подражали Америке, вот моя точка зрения, мы никогда не станем похожими на западных людей. Знаете почему? Выручит русский язык. Моя знакомая водила по третяковке шведов и говорила им, пойдемте в следующий зал козлики мои. Сколько ласки в этом. Шведы спросили, чего она приговаривает? Переводчица не смогла перевести, потому что у них нет ласкательных суффикса. Как смогла, так перевела. Сказала, она вас называет ласково небольшими козлами. Один из выводов, что земля дала славянским народам особую энергию души и надеется сейчас на нас, потому что сегодня главный конфликт не между народами, не между конфессиями, главный конфликт на земле, между душою и туловищем, между сердцем и умом, между любовью и нефтью. А у нас сбилась программа, и мы лишились логики. Человек приходит в магазин, спрашивает при мне, у вас есть безалкогольное пиво? Ему говорят, да. Он говорит, тогда две бутылки и водки. Вот, объясните, в чем логика? Программа сбилась настолько, что пора, когда разговариваешь с нашим человеком, хочется ему сначала в лоб дать, восстановить логику. Как по компьютеру, так, бум, чтобы он встал на место, чтобы это все. У официантки спрашивают, йогурт свежий? Она говорит, грушовый. А я тебя не спрашивал, какой йогурт? У администратора в гостинице спрашивают, море тепло, он говорит, тут рядом. Я не спрашивал тебя, где море? Выезжаю еще из одного номера, потому что даже зеркала нет. В гостинице в номере нет зеркала, картонка одна осталась. Вот что нарисуешь, что видишь, когда смотришь. Я говорю, я уезжаю, у вас даже зеркало вы не починили. Мне говорят, ну зато мы вам второй стул принесли. Это как может сочетаться? Переехал в номер, где есть кондиционеры, но поставлены эти кондиционеры в номере с русской логикой над кроватью. Понятно? Дует прямо тебе в голову, вот прямо под одеяло. Я весь закутался, весь вот так вот, приятно надо мной смеяться. Я только хрюкало, оставил, дышало, оставил себе. Они капать начали мне точно вот так вот. Я спрашиваю директора гостиницы, почему текут кондиционеры? Что за критические дни у них начались? Ответ такой, мог выдать только наш человек. Это в Крыму, летом. Он мне отвечает, понимаете, у нас кондиционеры на жару не рассчитаны. Да, у нас особая логика. Таксисту говорю, довези до метро, он говорит, нет, я еду дальше. Только наши люди бегут за автобусом, вскакивают в автобус и спрашивают, какой номер? И пол автобуса, а черт его знает. Таможенник проверяет иностранца, говорит, параллево францет, он говорит, sprechen Sie Deutsch? Nein, nein. Do you speak English? Yes. Наш, хреново. Ты зачем спрашивал это? Можно объяснить? Вот что я называю сбилась программа. Особенно видно, как не умещается энергия души российская, когда наши люди попадают на запад. Я в Альпах катался на лыжах вот за прошлом году. А в это же время в Вене отдыхала сборная нефтяника в Сибири. Ребята квасили месяца два. За день до отъезда вдруг узнали, что неподалеку есть Альпы. Откуда у вас силы смеяться, а? Может? Говорят, что там делают? Им говорят, катаются на лыжах. О, нормально. У нас есть еще один день, мы должны научиться кататься на лыжах. наняли автобус ехать далеко, в 6 утра выехали, в 7 утра квасить начали, в 9 проснулись, Альпы вокруг, за красоту природы, потому что разминка ж нужна ж, сейчас же учиться ж будут. Говорят немцу гиду, веди нас в магазин покупать омудирование. Немка, продавщица, закрыла бутик через 10 минут. А потому что энергии наша не выдерживает это. Они первым делом спросили у продавщицы, скажите, вот это на плакатах на стенах, кто нарисован у нас? Она говорит, это чемпионы мира по слалому. Они говорят, нам все то же самое, что на них, быстро сюда. Она говорит, а вы умеете кататься? Нет, ну у нас еще полдня, давай быстро. И с нашей энергетикой начали примеряться. Начали производить примерку. Знаете, бегать друг к другу в раздевалку, в трусах, носках, в шапочках одновременно, с лыжными палками. Трусы волочатся, ой, эти носки волочатся, носки, носки волочатся. Знаете, к Васе лежит. Вонища! У немки глаза слезятся, но она готова терпеть все, лишь бы бабки заплатили за все. Наконец, она дала им ботинки. Лыжный говорит, вам, поскольку вы первый раз, лучше в руках нести на гору. Она же говорит, нет, мы пойдем. В них. Вы видели когда-нибудь падающие кегли? Идет немец и подбирает их, вот так вот. Они что спрашивают, ты нас на крутую гору ведешь? Он говорит, на крутую, на крутую. Я говорю, ах, хорошо, мы крутые. Ну, ну, хватило ума у гида повезти их все-таки на пологий спуск. Все равно, подъемник ломался 13 раз. А наши ведь не могут сидеть три минуты спокойно, это бесполезно. Шило во всех местах, ведь это же... Они начинают цеплять друг друга. Это половина зрителей видели эту картинку. Спихивать палкой, знаете, вот так вот. Пока тот не упадет, это естественно, иначе результата нет. А немцы сразу подъемник останавливают, ЧП, человек упал. А тут еще второй говорит, ты некрасиво упал, ты знаешь? Вот как надо, бум, и второй лежит. И подъемник останавливается, там, конечно, немцы, для немцев ЧП, они для наших не ЧП. Наши знают, что догонят. Зубами подтянутся, и наших привезли на гору. С криками «Гей, хлопцы!» Даже не думая поворачивать. Хорошо там сети поставлены, поскольку дети тренируются. Вы видели, как осетров вытягивают? Через 15 минут едет австрийец и складывает наших штабелями в прицеп к снегоходу. А наши довольны, говорят, никогда так не веселились. Вы знаете, мы научились кататься на лыжах практически. Вези нас в сауну. На мою виду, я был в сауне в это время. А у немцев каскады, саун есть в хороших гостиницах. Например, ароматическая сауна, влажная, сухая. Я был в ароматической, поскольку у нас это редкость такая сауна. Что это такое? На сковородке кориандр, корица, сверху бочка такая на компьютере через каждые, наверное, 10 минут бочка поворачивается и поливает сковородку с кориандром и в воздухе кориандр. Был. Пока наши не пришли. Даже воспоминаний не осталось о кориандре. Они только сказали, здравствуйте мне. Все. Это даже не перегар, это угарный газ пошел. Наши сразу сказали, что-то бочка медленно кровь отца. Вот я ничего смешного вам не рассказываю. Я только рассказываю то, что вы видели собственными глазами много раз. Через два часа в остывшей сауне, ой, энергетика, сидят наши и потеют, и потеют. Им кое-как объяснили, что она сломалась, сауна. Они на мою беду и на беду немцев, которые были в бассейне, пришли в бассейн. Прежде всего надо рассказать, что такое немцы на берегу бассейна. Немцы, полу расскажу, полу покажу. Немцы на берегу бассейна релаксируют. Музыка для верхней чакры. Не как у нас цунца-бумба, бумба-цунца, бумба-цунца, цунба-бумба, бумба-бумба. Нет, у них для верхней чакры они занимают позу, лежанка под их остеохондроз индивидуальный, очочки узенькие такие модные читают. Тишина. Была. пока наш не начал свою бабу ловить в бассейне. Боже. Брызги даже на чочках вот на этих узеньках. А виск стоял такой, как будто всем селом забивали поросенка. Знаете, вот для вас скажу, кто там засмеялся, только наши могут в бассейне начать играть в прятки. Бедный немец, он смотрит на нас. Большинство разбежалось, один немец остался. Он потом сбежал. После того, как пришел русский ребенок. Ой-ой-ой-ой-ой. Он, этот ребенок такой, сынуля зажиточного, он такой гитарообразной формы такой. Он стал играть в игру. Встал между немцем и бассейном. То, что я вам сейчас покажу. Пожалуйста, на ночь не вспоминайте. Вам можно, нормально. Ребенок стал делать так. Между немцем и бассейном. Стоя, глядя на бассейн, стал говорить. Море волнуется раз. Море волнуется два. Море волнуется три. Первая фигура. У немца Паркинсон на очках начался. Он сбежал и слава богу, потому что мальчик так булькнул в бассейн. Это такой ядреный бульк был. Чуть стекла в окнах не повышевало. Но главное, он сделал то, о чем даже неудобно рассказывать. Извините, но он, буду говорить все своими словами, обозначать буду своими словами, он... Да. Именно. Именно вот так он и поступил. И хорошо, вы меня выручили. Мне не пришлось говорить, что он помочился. Значит, но не надо этого... Вот дети, если вы есть в зале, я вас предупреждаю, за границей этого делать не надо. Хотя, я не прав, вообще-то и у нас не надо этого делать. Я ошибся, да. У нас даже в Ялте написали перед входом в бассейн в трусы не мочиться. Значит, я не могу. То есть, а без трусов, пожалуйста, вот это ради бога. Но там добавляется в бассейн специальная жидкость. И если вы вот такое делаете, вот это вот все, это проявляется там. Мальчик стал похож на скунса, выпустившего струю. Но он, в общем, как-то не удивился, потому что он, собственно, для этого и пришел в бассейн. Он даже, ему интересно стал, он играть стал с этим совсем. Пытаться развеять, чтобы, чтобы другим попало это все в бассейн. Прибежал немец, дежурный администратор, и стал нашему папане рассказывать, что не должен делать его сынуля. Но наши, они ведь многие ни на одном языке даже двух слов связать не могут. Я одному нашему в Италии раз двадцать повторил, что сколько стоит по-итальянски кванта-коста. Я ему говорил кванта-коста, кванта-коста. Он пришел в магазин, сказал коза-ностра. Полицию вызвали. Думали, он представился. Наши максимально, наши, знаете, на какую уступку обычно идут? На Западе разговаривают с иностранцами. Они говорят, они начинают говорить с ними по-русски медленно, но громко. Вот вкрикивают слова. Стоит наша туристка из Одессы и официантки немки говорит за завтраком «Мне! Мне! Мне, мне, мне!» У той глаза кенгуру, которому асфальтирующий каток наехал на задние ноги. А наша поворачивается ко мне и говорит «А вы правы, они тупые! Вы знаете? И говорит ей «СОСИСКО!» Ты не понимаешь? СОСИСКО! А наши еще когда не могут кричать, они показывать начинают. Сосиска, смотри, вот так, вот так, билка, вот эта сосиска. Кое-как немцу удалось показать папане, что не должен делать сынуля. Я горжусь нашими. Что сделал папаня? Вот такого этот администратор немец никогда не видел. Наш папаня вынул 100 долларов и дал немцу все. Из плавок. Только наши из мокрых плавок мокрые доллары вынимают. А что сделал немец? Разрешил. Он в жизни думал, что можно зарабатывать 100 долларов, можно заработать таким способом. И на следующий день даже уговаривал мальчика снова это сделать. и поил бесплатно фантой? А вечером я нашими гордился. Наши поили немцев в баре и весь отель немецкий сбежался пить на халяву. Наши все-таки ребята очень щедрые. И они рассказывали немцам языком полужестов, полуглавных слов, что их мороз это ерунда по сравнению с морозом в Тобольске. Потому что в Тобольске они пытались дальше жестами изобразить, когда плюнешь ледышка падает. Вы можете это изобразить жестами? Они делали вдвоем это пантомима детского сада. Они делали вдвоем синхронное плавание. а вот когда немцы попадают к нам если они не знают русского языка все нормально если они знают им конец приехал немец доучить русский язык подмосковье доучить он хорошо учился по русскому у него в первый день был шок знаете как в сельском магазине вешают такие таблички на двери стеклянные с одной стороны написано открыто с другой закрыта вот он зайти зашел а выйти не слушайте вы устанете когда-нибудь или нет скажите честно это невозможно а когда он пришел на рынок этот бедный немец и говорит бабусь у тебя что это за овощи она говорит это белые помидоры белые а почему они желтые она ведь да потому что они еще зеленые вот как это можно понять ежели не гипоталамуса но когда он шел по большаку я боюсь вам это рассказывать он шел по большаку хорошо вы вернулись я ждал этой истории пока вы сами он шел по большаку и видел как бабуся выгоняет гусей со двора так приготовьтесь да как меня как как меня пародирует мол наберите воздух в грудь пародия пародия наберите он увидел как бабуся выгоняла гусей и кричала им пошли вон собаки он думал что он неправильно выучил язык вы знаете он вынул словарь сверять начал вроде гуси он подошел к ней спрашивает бабусь это у тебя гуси она говорит а ты милый совсем придурок а почему ты их называешь собаками готов готов она ведь потому что они свиньи весь огород и стоптали вот это энергия это можно понять только энергии гипоталамусом я видел нашего человека одного такого тоже полноватенького в тюмени нефтяник бизнесмен пьяненький бежал за зонтиком в грозу вышибла зонтик и он кричал зонтику в триллер гроза вон за зонтиком и кричит зонтику стой падла то пропью казалось бы я просто так это все рассказал нет вот так смеяться над собой могут только наши если я все то же самое рассказывал на западе им я уверяю вас они бы меня выгнали из страны а наши вот за что я люблю наших это за еще один главный наш спасительный задаток нашим горишь мы все дураки они ура давай давай еще действительно ощущение что все таки мы дурашлепство из себя как-то выдавливаем напоследок чтобы вы ушли отсюда с надеждами все все не так плохо рассказываю случай который вмещает себя все наши спасительные задатки человека обокрали в одном из провинциальных городов у него остались деньги только карманные он решил жене дать телеграмму на эти деньги чтобы она выслала ему какие-то тоже деньги пока писал адрес денег осталось на одно слово вот нет не на то слово вы готовы испытать чувство гордости за наших только наш мог найти одно слово которое бы не только описала ситуацию нет еще денег попросила готова он написал 50 рублируй а а Субтитры создавал DimaTorzok